Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется Владимир Фисенко, политолог. Добрый день. Здравствуйте. Хотим начать нашу беседу с обсуждения очередной встречи в формате «Рамштайн». В этот раз она так широко не анонсировалась. И вот об итогах нам рассказали очень кратко. Министр обороны США Луит Остин заявил, что увеличилось число стран, которые берут обязательство усилить нашу систему противовоздушной обороны. В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что обсуждались боеприпасы, артиллерия, танки, защита украинского неба. И вот что принято решение. Как вы полагаете, почему в этот раз так сдержанно об этой встрече говорили? То есть результат увидим уже на поле боя. Я думаю, что для этого есть как минимум две причины. Уже довольно давно, еще в прошлом году, первый раз я видел такие, скажем так, критические отклики, что, может быть, не стоит так подробно, детально рассказывать о номенклатуре военных поставок в Украину. Ну потому что это в том числе разведывательная информация, информация, которая может врагом учитываться для оценки потенциала вооруженных сил Украины, какое именно оружие поставляется, где и как оно может быть использовано. Соответственно, надо искать средства противодействия конкретным видам оружия. И я так подозреваю, что по некоторым видам вооружений сейчас есть просто табу на информирование для того, чтобы не давать излишнюю информацию противнику, ну и тем самым не дать возможности подготовиться. И вот эта формула, которую вы процитировали, что результат увидим на поле боя, я думаю, она самая уместная. Тут надо найти баланс. С одной стороны, надо информировать широкую публику. Все-таки речь идет о демократических странах. Должны действовать принципы прозрачности. И это еще и имеет и пропагандистское значение важное. Это и демонстрация поддержки Украины. Это и, скажем так, сигналы, которые должны вселять уверенность, оптимизм и в украинских войнах, и в украинских граждан. Поэтому информация должна быть, но я думаю, что там должны быть и некоторые исключения. И эта информация должна быть дозированной. Вторая причина. Мне кажется, вот и в январе, и на прошлом Рамштайне было много, я бы сказал, такого политического или около политического шума. И были даже некоторые, я бы сказал, элементы конфликтного напряжения. Но это касалось в январе темы танков. И шума было много, было много очень противоречивой информации. И, видимо, это вызвало критическую оценку у некоторых западных лидеров, особенно в Европе. Они это рассматривают как давление на себя, как, скажем так, некую конфликтную среду, которая мешает нормальной работе, нормальному согласованию позиций в поставках вооружения Украине. Возможно, по этой причине также решили снизить вот этот информационный шум, особенно, я бы сказал, политическую дискуссионность вокруг заседаний платформы Рамштайн. На мой взгляд, самое главное, вот что нужно учитывать, когда мы говорим о Рамштайне? Это машина, это система. Ежемесячно проходят заседания на высшем уровне, имеется в виду на уровне министров обороны, а также военных руководителей. Вот мы сейчас видим и министра обороны США, и нашего министра обороны, генсека НАТО на этих кадрах, военных руководителей, даже по форме это заметно. Вот эта машина-координация, она работает. Раз в месяц это такие, я бы сказал, пленарные заседания, на которых обсуждаются, я бы сказал, вопросы стратегии и тактики. Не только принимаются решения о текущих поставках, они скорее утверждаются, я бы так сказал, они утверждаются на заседаниях этой платформы. И оценивается ситуация, потребности Украины, возможности западных наших партнеров, и определяются планы на будущее. Вот в чем смысл вот этих встреч ежемесячных. Но не все, может быть, знают, механизм Рамштайна, его аппарат, организационная структура работают 24 на 7. 24 часа каждую неделю, все время, без остановок. Это механизмы координации, логистики, когда согласовываются, откуда, с каких складов и с какой страны, на какие хабы будет поставляться военная техника и боеприпасы, и куда она будет направляться в Украине. Вот это самое главное. Я вижу в этом главный смысл Рамштайна в том, что это система, которая работает бесперебойно на обеспечение потребностей силы обороны Украины. Громкое расследование издания «Политика» вот вчера появилось, и ссылаясь на таможенные и торговые данные, издание сообщает, что китайские компании во время войны в Украине продавали России винтовки, бронежилеты и даже вот детали без пилотников. И вот среди поставщиков одна из компаний, которая вообще связана с властями Китая. Как можно прокомментировать такую информацию? И будут ли какие-то санкции после этого? Какой будет реакция? Смотрите, ну что касается санкций, если информация по конкретным компаниям подтвердится, да, я думаю, против таких компаний будут санкции. Ну там есть, да, и конкретные названия компаний, и конкретные цифры уже, сколько, чего, когда. Совершенно верно. Ну я сейчас поясню, в чем тут еще есть нюансы. Санкции, смотрите, по санкции, например, вот чтобы тоже зрители понимали, формально Китай не поддерживает санкции против России. Но крупнейшие китайские компании, работающие на западных рынках, избегают активного сотрудничества с Россией. Тем более поставок под санкционных товаров. Вот это очень важный момент. А почему? Потому что для них важно работать на западных рынках. Для них более значимы западные рынки. Зачем рисковать? Поэтому вот вроде бы Китай не поддерживает санкционный режим, но крупные китайские компании фактически его соблюдают. А вот те компании, которые не работают на западных рынках, их могут, скорее всего, тайно использовать для какой-то помощи России. Что касается, допустим, там закупок нефти и газа, там, и других природных ресурсов, но это абсолютно легально делается, по оружию и боеприпасам, или по компонентам отдельных видов оружия. Я думаю, что какое-то сотрудничество наверняка есть между Россией и Китаем, но оно ограничено. А вот почему теперь появляется эта информация? Ну, во-первых, немножко критики в адрес издания «Политика». Это издание, мне кажется, оно довольно часто используется, причем разными сторонами, подчеркиваю, разными сторонами. Я бы даже сказал разными странами. Так вот рискну это сказать. Для слива соответствующей информации. Иногда, кстати, против нас. В данном случае против Китая. Но почему это сделано? Это сделано накануне визита Си Цзиньпина в Москву. Вот сегодня появились уже официальные даты этого визита. 20 марта едет. Да, и начало 20-го до 22-го будет визит. Но самое главное, это такое предупреждение, знаете, такие сигналы. Я думаю, что со стороны американских спецслужб мы знаем. Мы знаем, кто и как работает. Поэтому имейте в виду, дорогие китайские товарищи, наши органы, наши, в данном случае, американские спецслужбы, следят за ситуацией, кто и как может помогать России, торговать с Россией. Имейте это в виду. А знаете, есть такая китайская мудрость, что по ошибке можно что-то купить. Продать по ошибке что-то невозможно. Так что если подтвердиться, придется отвечать. Нет, но здесь сигнал, важный сигнал – контроль. Контроль. Мониторинг этой ситуации. Я не думаю, что Си Цзиньпин в Москве будет договариваться о прямой военной помощи России. Я думаю, что смысл этого визита другой. Но американцы на всякий случай предупреждают. Такие предупреждения были и раньше. Китай вынужден был оправдываться или опровергать, или делать какие-то встречные громкие заявления. Но важно фиксировать. Все под контролем. И если что, будет соответствующая реакция. Поэтому я считаю, что появление такой, при всем моем сдержанном отношении к изданию «Политика», появление такой информации – это предупрительный сигнал. Сигнал в адрес китайских товарищей. Соединенные Штаты и Китай сейчас внимательно следят друг за другом, обмениваются критическими замечаниями. Это, в общем-то, отражает новую геополитическую ситуацию. Мы вступаем, мы фактически уже вступили в эпоху такого большого политико-идеологического противостояния двух гигантов – Соединенных Штатов и Китая. И вот Китай, кстати, в отличие, между прочим, от Соединенных Штатов, Китай рассматривает войну России и Украины именно в контексте этого противостояния. Ну а для американцев очень важно, я думаю, для нас тоже, чтобы Китай все-таки сохранял хотя бы формальный нейтралитет и воздерживался от активной и масштабной поддержки России. Ну вот, возвращаясь к визиту, который 20-22 марта, визит китайского лидера в Москву, официально Пекин заявил, что главная цель визита – призвать к миру и способствовать переговорам. Как вы полагаете, все-таки чего ожидать от этой поездки? Какими будут результаты? Я сенсации не ожидаю, каких-то прорывов от этого визита. Не в плане миротворческих целей, которые заявлены, а это очень важно. То есть главной целью визита заявлено именно миротворчество, стремление к миру. На мой взгляд, это неплохо. Главное, чтобы речь не шла об усилении и укреплении союзных отношений между Китаем и Россией. Потому что были опасения такие, и у нас даже звучали такие опасения. Но я думаю, что главная цель Си Цзиньпина – активизировать роль Китая. Показать активизацию внешней политики Китая, в том числе на российском и украинском треке. С чем это связано? Одна из трактовок, целая группа серьезных экспертов считает, почему Китай так активизировался. Ведь он практически целый год молчал. То есть соблюдал формальный нейтралитет, рассматривал эту в контексте противостояния между США и Россией. Но теперь вдруг заявил себя в роли такого миротворца. Думаю, это связано с тем, что в Китае приходит к выводу – война между Россией и Украиной выходит на финишную прямую. Поэтому надо успеть. Успеть к активным переговорам, застолбить свою позицию, лидерскую позицию. Это важно для отношений со странами Азии, Африки, Латинской Америки, особенно Азии и Африки. Но в то же время надо будет сохранять баланс в отношениях и с западными странами, особенно с европейскими, и в то же время с Россией. Поэтому, с одной стороны, Си Цзиньпин демонстрирует в первую очередь готовность Китая участвовать в возможных переговорах об урегулировании нынешней войны между Россией и Украиной. С другой стороны, здесь есть сигналы, я бы сказал, такие подспудные, через сам факт визита. С одной стороны, формально, это такой жест поддержки России. Не помощи России, не союза с Россией, а скорее такой моральной поддержки. Мол, не бойтесь, дорогой товарищ Путин, мы с вами, мы вас не бросим, мы вас не кинем. В случае чего, можем немножко помочь вам. Причем, это как бы для того, чтобы сохранять Россию как младшего партнера. Вот мы же видим визиты в Пекин, Лукашенко, перед этим президента Ирана. То есть это такие инструменты для Китая. Это младшие партнеры. Сейчас уже, кстати, часть экспертов иронизируют. Если раньше, как бы, ну вот Москва, например, любила вот эту фразу. Россия старший брат по отношению к Украине. Теперь Китай старший брат по отношению к Москве. И знаете, вот нынешний визит, это как визит китайского императора к подданному в далекой Москве. Поэтому московский подданный должен поцеловать ручку, изложить свои просьбы, пожелания. Ну а китайский император примет это к рассмотрению. Это, конечно, немножко ирония. Но, тем не менее, это демонстрация. Кто, собственно, сейчас играет ведущую роль. Москва гораздо сильнее заинтересована в развитии партнерских отношений с Китаем, чем Китай. Китай будет играть вот России. Россия для него скорее инструмент. Но это еще сигнал. Сигнал в адрес Вашингтона. Вашингтону показывают, что вот у Китая есть такие инструменты. Страны, которые находятся в плохих отношениях с Соединенными Штатами. И при необходимости, при случае, Китай может эти страны использовать в своих интересах. В том числе и потенциал этих стран. Но еще один мотив. Он тоже очень показательный. Вот не случайно, что информация о подтверждении самого факта визита. Он согласовывался несколько месяцев, кстати, еще с конца прошлого года. Информация о дате визита появилась именно сейчас. Почему? Буквально на днях состоялась встреча трех лидеров Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии. Появилось решение о том, что Соединенные Штаты передают Австралии атомные подводные лодки. Вот тут важный момент. Это не лодки с ядерным оружием. Это лодки с атомным двигателем. Но, тем не менее, фактически создается крупная военная база современных подводных лодок на территории Австралии. Это ведь сигнал в адрес Китая. Ну, а вот Китай посылает сигнал Вашингтону. А Китай передает Россию тысячу винтовок, каски и бронежилеты. Эти подводные лодки, а Китай тысячу винтовок, каски и бронежилеты. Совершенно верно. Тут важно учитывать еще один важный момент. Китай находится в политико-идеологическом и в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами. Ну, это уже очевидно. И это бросается в глаза буквально каждый день. Однако, в чем противоречивость ситуации Китая и его позиции? Главные рынки для Китая – это Запад, Соединенные Штаты и Европа. И Китай не может пойти на такое прямое военно-политическое противостояние с Западом, как это сделала Россия. Ну, через войну против Украины. Для Китая это очень опасно. Это очень рискованно. Потому что это может обрушить китайскую экономику. Поэтому Китай вынужден балансировать свою политику. С одной стороны, да, они будут продолжать конкуренцию с США, в том числе используя Москву. Но и ослабление Москвы, кстати говоря, тоже в своих интересах. А с другой стороны, да, они вынуждены будут сохранять некий баланс, поскольку заинтересованы экономически в прекращении войны в Украине. И в том, чтобы мировая экономика работала нормально. Поэтому на первом плане миротворчество, сигнал о мире. И для нас важно, ну, уже пока по неофициальной информации, что после визита в Москву председатель СИ будет связываться с украинским президентом. И будут вот переговоры о миротворческих инициативах Китая и с украинским руководством. Да, но это будут онлайн-переговоры, непрямые. Вот, да, он не приедет, а вот онлайн поговорит. Смотрите, тут надо быть реалистом. Вот, кстати, тоже посмотрим. Китайский лидер куда-то так просто не ездит. Я вот раскрою вам одну тайну. Еще когда был президентом Порошенко, он очень хотел договориться о своем визите в Китай. Не то, что там к нам приехал Си Цзиньпин, а вот чтобы наш президент поехал в Китай. А китайцы выставили целый ряд встречных требований. И не все требования были приемлемы для нас. Это вот как иллюстрации того, как не просто с визитами, когда речь идет о Китае. И для нас сейчас, мы будем реалистами, гораздо важнее отношения, союзное отношение с Соединенными Штатами, с нашими европейскими, ну вообще с западными партнерами. Потому что это прямая военная экономическая поддержка Украины. А с Китаем мы должны выстраивать неконфликтные отношения. Потом, интересы безопасности. Ну, слушайте, даже визит Байдена в Киев, короткий визит, стал сенсацией. Потому что, я это знаю тоже все эксперты, раньше, даже в относительно мирное время, я имею в виду до 24 февраля, одно из главных объяснений, почему американские президенты не приезжают в Киев, это вопросы безопасности. Но, тем не менее, Байден рискнул, Си Цзиньпин нет. Нет, тут вопросы безопасности на первом месте. Во-вторых, как бы тоже своя игра. Они же нас рассматривают как союзников Соединенных Штатов. Отсюда некоторые предубеждения. Но тот факт, что уже, как я понимаю, обсуждается и согласовывается вот эта онлайн-беседа, онлайн-встреча между китайским лидером и президентом Украины, это уже очень важно. Для нас это важно, в том числе, как возможность объяснить нашу позицию. Кстати, показать, что по целому ряду пунктов формула мира Зеленского совпадает с 12 пунктами позиции Китая по вопросу войны между Россией и Украиной. Поэтому надо здесь тоже начинать активную дипломатическую игру, и это будет в наших интересах. А вот хотел вопрос вам задать по поводу переименований. Постоянный представитель Украины Прион Сергей Кислица даже троллил россиян через карту с российскими названиями тех же российских регионов. Называется переименование Владивосток, Хайшинвай, Хабаровск-Бали, Уссурийск, Шуан Цинзы. Это такой своеобразный троллинг у Китая, России, или здесь какие-то, наверное, глубинные вещи тоже задеты, что Москва должна понимать, что все-таки столица империи находится там? Да, в Пекине. Совершенно верно. Это более глубинные вещи. Китай не занимается троллингом. Троллинг – это, знаете, игра провинциальных политиков, я бы сказал. Или таких новичков, или те, кто стремится к тому, чтобы повысить свои позиции, заявить о себе, обратить на себя внимание. Вот да, троллинг. Троллинг – это попытка привлечь к себе внимание. Знаете, по принципу Ахмуйска, значит, она сильна, лает на слона. Нет, здесь другое. Здесь демонстрация превосходства. Вот именно демонстрация превосходства. Вот Китай сам решает. Как называть Владивосток? Не Москва, а Китай это решает. Раньше, да, могла быть какая-то политкорректность, а это еще один важный сигнал. Сейчас старший брат в отношении между Россией и Китаем, старший брат – это Китай. И Москва вынуждена с этим мириться. За этот год, за год войны против Украины, который развязал путинский режим, много разных негативных результатов для Путина и для России. Один из негативных результатов – резкое ослабление России. И Россия становится зависимым, младшим партнером для Китая. Я бы сказал даже ресурсом и инструментом для Китая. – Завтра в Лужниках в Москве должен был состояться большой концерт. Собирались они праздновать очередную годовщину аннексии Крыма. И вот неожиданно его отменили. И, как объясняют организаторы, проводить его не рекомендовало из-за вероятности терактов служба охраны. Какие-то автопробеги будут вместо этого. Что вдруг случилось? Еще в начале недели они анонсировали, что Путин в Крым поедет. Теперь вот даже концерт в центре Москвы боятся проводить. – Ну, ключевое слово, вот вы его произнесли – бояться. Бояться. И я думаю, что будут бояться еще больше. Бояться самого разного. Бояться терактов. Бояться дронов украинских, беспилотников. Ну, или как они считают, украинских. Бояться разных там взрывов, хлопков, каких-то чрезвычайных ситуаций. Бояться негативных последствий. Бояться диссонанса. В том числе пропагандистского диссонанса. Ну, на самом деле, точная причина известна только в Кремле. Но думаю, что действительно, вот такое общее основание, вы его назвали – бояться. Но я вот еще ряд версий сформулирую. Смотрите. Раньше, действительно, эта дата всегда была таким поводом для шумных пропагандистских мероприятий. А сейчас? Вот почему концерт отменили? А не много ли концертов? Вот там по одному поводу концерт, по другому, по третьему. У меня такое ощущение, что эти концерты в Лужниках, они становятся поводом для… у кого-то для иронии, для сарказма, у кого-то для критики или поводом просто для раздражения. В том числе у шовинистической публики, той публики, которая поддерживает войну, у них это вызывает раздражение. Знаете, это такой эффект пир во время чумы. Или решили совместить войну с праздником или с концертами. Вот как-то оно плохо совмещается, диссонанс возникает. И вот думаю, что, скорее всего, ощущение этого диссонанса. И потом, слушайте, вот праздник по поводу вроде бы воссоединения Крыма с Россией. А в Крыму роют окопы. И раздают памятки, что делать во время артобстрела, куда бежать. Да, они готовятся не к курортному сезону. Не к тому, чтобы заработать на этом курортном сезоне. Ну, уже давно зарабатывают не крымчане, а избранные люди. И не из самого Крыма. А готовятся к военным действиям на территории Крыма. Вот совсем другая ситуация. Какие тут концерты, да. Ну, еще. Я думаю, что, знаете, тут такие, может быть, даже чуть-чуть конспирологические сюжеты. Обычно в таких массовых мероприятиях присутствует не сам Путин. Ну, вот российские эксперты об этом говорят. Путин тщательно относится к теме безопасности. А тут, ну вы что, тут серьезные такие вещи. Поэтому вроде бы двойник туда ходит. А что-то с двойником случилось, мне кажется. Я, конечно, может быть, иронизирую и даже немножко троллю в этом плане. Потому что, наверное, не один двойник. Наверняка, да. Но что-то, видимо, знаете, просто что случилось. А ну, разное может случиться. Видимо, слишком заметно, что двойники, а не настоящий Путин. И это тоже диссонанс. Вот диссонанс. Это тоже ключевое слово для нынешней ситуации. Они пытаются делать в Кремле хорошую мину при плохой игре. А не получается. И, видимо, ощущение этого диссонанса, оно постепенно доходит и до Кремля. Поэтому, видимо, решили ограничить число вот этих шумных пропагандистских мероприятий. Потому что негатива от них больше, чем каких-то позитивных эффектов. То есть они раздражают всех уже даже там. Да. Я думаю, что они сами себя уже начинают раздражать. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту интересную и содержательную беседу. Всегда рады видеть в эфире. Зрителям напомню, Владимир Фисенко, политолог, был с нами на связи. Спасибо. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok